Узнать о жизни в Канаде из первых уст можно только здесь. Здравствуйте, меня зовут Елена Палатник, я лицензированный иммиграционный консультант о Канаде. Последние 20 лет мы занимаемся исключительно иммиграцией, и вот плоды этой иммиграции. Вы теперь можете узнать много интересного о том, как же наши бывшие клиенты живут в Канаде. Мы берем очередное интервью у одной замечательной девушки, которая приехала в Канаду из Одессы, Украина, и последние несколько лет живет в Канаде, растит ребенка и, в принципе, крайне довольна жизнью. Или нет? Вот сегодня и разберемся. Поехали! Твой сын не задавал тебе после этого вопросов, что на следующие дни вот этого пока не наступало, и уже два года, да, получается, прошло? Это отдельная тяжелая история. Я думаю, что для любой мамы, когда сердце плавает, и просто как ножом вот так вот разрезается все, все внутренности, конечно. А, сейчас, чтобы я даваясь, чтобы я не плакала, но все равно, знаешь, не упалело, наверное, до конца. Конечно, задавал. Как я с этим справлялась, не знаю. Как-то. Как умело, так и справлялась. А когда он спросил тебя об этом первый раз? Через два дня, потом через три дня, потом через неделю, и еще два года спрашивал. Ну, у меня такой парень, что он все хорошо помнит. У него не остался момент, что с ним попрощались. Просто в какой-то момент он перестал появляться, а тот начал спрашивать. А что, а почему, а почему не приходит, а почему там туда-сюда? Сначала я кормила его тем, что он там то заболел, то у него работа, то еще что-то. Но он с ним даже не зазванивался. Ну, то есть он полностью оборвал, и мне надо было как-то с этим справляться. Он продолжает задавать сейчас тебе эти вопросы? Нет, сейчас он мне не продолжает задавать вопросы, слава богу. Как ты считаешь, ему не хватало отца эти пару лет, или чем-то ты это компенсировала? Я это компенсировала. Я это компенсировала, я понимала, что не хватает, и что каждый этот разговор мне режет душу очень сильно. Вообще, знаешь, совет, не знаю, каким остальным девочкам, кто меня слушает, нельзя в этот момент находить замену. Ну, нельзя. Ну, потому что надо сначала самой восстановиться, самой допрожить боль, самой. Все надо самой. Хотите подружки, хотите вино, домино, все что угодно. Для здоровья, кого хочешь. Но надо выдержать определенный карантин, когда тебя попустят окончательно. Это очень тяжело. К сожалению, я вляпалась, и я нашла такую а-ля сургатную замену, грубо говоря. И влезла в эти отношения. Все было шоколадно и питательно, мы переехали в Викторию. И мне на тот момент, моей раненой душой, ей надо было затянуться, а у Дани появился человек, который его чуть ли не в жопу целовал 24 на 7, покупал и конфеты, и все на свете. Я пропустила несколько воспитательных моментов там, потому что я сама никак не могла восстановиться. Он его начал называть папой, и два года мы благополучно прожили в Виктории. Ну, благополучно, знаешь, я прошлые 8 лет тоже благополучно прожила. Со своими сложностями. Тут я тоже благополучно прожила 2 года Виктории. Дон купили. И в какой-то момент я поняла, что мне недостаточно того, что любят только моего ребенка, а меня игнорируют абсолютно. Потому что изначально, когда мы встретились, у меня не было ни желания, ни потребности, чтобы меня любили. Мне нужно было, чтобы меня оставили в покое, и немножечко сняли с меня напряжение по ведению, ну, не то чтобы ведению хозяйства, а по ребенку, по вот этому вот всему. И когда я ходила, рыдала там, ну, потому что меня все равно накрывало еще очень долго, ходила, рыдала там в ванную или еще куда-то, в этот момент у меня ребенок был занят играми с новым папой. Мне это как-то помогало. Да, я сейчас понимаю, что это, что так неправильно, но в идеале, знаешь, если по книжкам писать, то так неправильно. Но жизнь, она такая скотина, сложная. И потом грянула война, потом времени думать не было, потом приехали мои родители, потом мы переехали в Викторию, все это произошло, все это происходило очень быстро. Ну, то есть я уже к этому моменту, я сама прожила здание где-то месяцев семь. В эти семь месяцев были, ну, во всяком случае, декларированы три попытки суицида от бывшего, потому что я перестала с ним общаться полностью. Я не могу сказать, что я была вообще в сознании или в каком-то нормальном психологическом состоянии, чтобы вообще в какие-то новые отношения влезть. И у меня не было что-то самое интересное, не самое интересное, а самое печальное, что у меня не было толком никакой поддержки. У меня была одна подружка, которая меня вывозила, но это все равно не то. Ну, то есть мне не было к кому пойти поплакаться, мне не было к кому, чтобы меня кто-то поддержал или еще что-то. То есть я просто вывозила все взаима. Но понятное дело, что в итоге, сорян, что в итоге прискакал ко мне принц, понимаешь, индийской наружности с сильными семейными ценностями и говорит, I will take care. И он took care на тот момент. А на тот момент, что мне еще надо было. Да ничего. А потом уже, когда жизнь налаживается и все остальное, и ты уже смотришь, что к тебе отношение, оно, собственно, никакого и... Оно не поменялось. Оно как было пользовательским с самого начала, так оно и осталось. Ну, то есть он бежит от одиночества, а я бегу в то, чтобы мне помогли. И вот так вот такие вот очередные... Очередная засада. Не любовь? Нет. А как может быть построена любовь, когда у каждого есть супер незакрытые потребности? Понимаешь? Когда один приехал голый боссый Пит Порезен и Ведмонтон из Виктории, там он проучился два года, сюда приехал, что работа говно, по 17 часов на машине ездит в день, платят копейки, пытаются... Хорошие мозги. Я не говорю, у меня все мужики были всегда умными. Всегда умными. Прям и образованными, и умными, и все-все-все. Но с эмоциональной дырой в груди. Потому что я сама такая же. Что ты еще можешь притянуть? Какая любовь? Любовь может зародиться только там, где есть целостный человек. И он встречает другого целостного человека. И чего-то у них там где-то загорается. А не когда. Что ты мне можешь дать? А ты мне что можешь дать? А я тебе могу вот это. А ты мне что? А ты мне вот это? Окей, поехали. Ну а твой новый избранник, ты упомянула, что я так понимаю, что он выходец из Индии. Это вообще интересно, экзотично. Отличался ли он от твоего предыдущего избранника? Может, какая-то просто на фоне яркий луч возник? Ну, во-первых, сильные семейные ценности. Оно сильно подкупало. Но у любой культуры есть свои плюсы и свои минусы. С какими-то ты можешь соглашаться, а с какими-то нет. В силу своей, опять-таки, культуральной. То есть я бежала от той культуры, к которой сама принадлежала. Я такая думаю, айда, попробуем что-нибудь другое. Почему? Потому что на тот момент я работала на одном из заводей, и у меня 80% сотрудников были индусы. Так я от них шугалась, конечно. Потом я на них посмотрела немножко по-другому, потому что я с ними долго проработала. И такая думаю... И у меня очень был хороший начальник, тоже индус. Очень. Прям золотой человек. И я такая думаю, блин, why not? Чего бы не попробовать? А вдруг? Ну и мне тоже индивид не совсем простой попался. Умный. Преподавал 5 лет математику в университете после окончания. Ну там... Ну не дурак. От слова совсем. Он честно копировал то поведение, которое он видел в семье. Полная семья, все хорошо. Но там полный патриархат, естественно. То есть отец зарабатывает, мать домохозяйка, которая готовит. И, собственно, больше ничего. Там есть еще прислуга, которая убирает. Поэтому задача... Мать вышла замуж по этот... Оранженый, договорной этот брак. 18 лет. И вот они живут всю жизнь вместе. Отец обеспечивает. Отец авторитет. Отец много всего там хорошего делает. И все остальное. У матери задача одна. Готовить жрать и не отсвистывать. Хорошее в том, что моего ребенка воспринимали тоже как ребенка. И вот эти вот сильные позиции отца, которые он копировал от своего отца, она мне очень нравилась. Потому что он и воспитывал, и мужские какие-то качества ему прививал. И там говорит, ну мы же типа мужики, знаешь. Вот эти вот... Ну классные вещи. Очень классные вещи. То, чего не было там. Совсем не было. Негативная сторона в том, что меня пытались делать тоже как бы домохозяйки, которые... Твое место, знаешь, на кухне, и желательно свеженькое. А я... Ну где я, и где домохозяйка? Я вообще никогда домохозяйкой была. Мой максимум было продержаться 4 месяца дома после того, как я родила. И это мне было по душе. Такой ритм, темп и все остальное. И когда он, бедненький, все соглашался с тем, что я работаю хорошо, это все хорошо. Но жрать готовить надо. Я говорю, если я Нобелевскую премию завтра принесу, говорю, там по химии или там еще почему-то, по математике. Я говорю, ты скажешь, ну, Нобелевка, это, конечно, хорошо, но жрать-то нечего. Дело в том, что нельзя выбирать мужиков, или сходиться с мужиками по нужде, если ты, конечно, не такой человек, который может закрыть на все глаза и использовать другого просто в собственной выгоде. И тебе с этим окей. Что у вас сейчас? То есть ты как бы из этих отношений тоже вышла, и теперь ты вольная птица, можно оставить твой номер телефона для потенциальных воздыхателей? Умная женщина, горе в семье, знаешь. Знаю. Знаешь? Ну да. Ириш, ну вот ты как человек бывалый вот в текущих обстоятельствах, как ты считаешь, вообще, в принципе, насколько возможно уже в сознательном, да, таком возрасте в нашем, да, за 30, скажем так, с предыдущим опытом семей, мужей, бывших, создать семью с человеком из радикально другой культуры, ну вот как в твоем случае. Тебя не переиначить, потому что, ну, я вот по себе сужу, как бы нет, ну, в смысле. Я могу пойти на какие-то компромиссы, да, но как бы все равно ты остаешься тем, кем ты есть. И, с другой стороны, человек с такими яркими ценностями, семейными, культурными, обычаями, он тоже наверняка не сможет радикально сломаться и стать тем, кем ты хочешь. Вы вообще об этом исходно разговаривали, когда заводили отношения, ведь ты же с ним два года, все-таки гражданский брак, это же не хухры-мухры. Как вы как-то в этом, вообще, головой ты думала, когда шла на это? А кто думал вообще головой? Никто головой не думал. И даже тем местом никто не думал. То есть это просто, мы познакомились в ноябре, в декабре мы начали жить вместе. В феврале, в конце февраля, ну там еще и ванная началась, в конце февраля, еще до начала войны, где-то там 15-го числа, 15-го февраля, мы решаем, он решает, что он едет обратно в Викторию, потому что мы до этого разговаривали, типа, Торонто или Виктория, я говорю, точно не Торонто, это сразу брейкап-дил. Мы схлестнулись на волне, знаешь, улучшайзинга и амбиций. Я видела в нем амбиции, у меня на тот момент амбиции были просто зашкаливающие. И я знала, что у меня есть сила на злости, на всем на свете, на том, что я победю обстоятельства, и мне тут попадается человек, который тоже с такими же, блин, знаешь, тоже локомотив. Я такая, отлично, два локомотива куда-то уедут. Ну, уже не просто расслабленное тело рядом, которое ждет, когда я ему в ротик что-нибудь положу, а просто два танка. И этого было достаточно. И то, что любят моего ребенка. Мне этого было достаточно. Но потом ты с человеком живешь, если нет вот этих постоянных проблем, которые надо решать, глобальных. И то, я растянула количество проблем аж на два года. То рано или поздно, когда жизнь налаживается и входит в нормальное русло, ты начинаешь смотреть на человека и говорить, а кто ты? А ты кто? Мы с тобой пропустили один важный вопрос. Я его, точнее, задала, но мы с тобой заговорились, естественно. Развод. Как можно развестись в Канаде со своим украинским мужем? Мы разводились в Украине. Удаленно. На все про все 300 долларов вместо 10 тысяч долларов здесь. Или скольких там вообще. Даже считать не хочу. Для меня лично это очень больной вопрос. Но я думаю, как и для большинства людей, которые оказались в нашем положении. Ты находилась в Канаде, когда началась война в Украине полномасштабная, имеется в виду 24 февраля 2022 года. Как это было для тебя? Именно с точки зрения воспоминаний. Потому что для меня это было страшной травмой. Страшной травмой. Сравнимой с потерей мамы. Вот такого плана. Ну, исходя из всей той истории, которую я тебе рассказала, то есть у меня была сначала одна провинция переезд в другую провинцию, потом развод, потом жизнь самой, потом его попытки суицида, потом война. То есть война, это было очередной очередной кирпич, наверное, в моей истории. Знаешь, кирпичи, кирпичи, кирпичи и еще один кирпич. То есть так, чтобы сказать, что это был, это был, конечно, большой стресс. Я очень благодарна моим тогда работодателям, потому что я была на телефоне, висела 24 на 7, я висела со всеми. Не просто с родственниками, которые пытались там пересечь и все остальное. Там Юля помогала, ну, сестра помогала, родители добирались. Я, наверное, могла бы получить мастерс по логистике, понимаешь, как двух 70-летних родителей переправить, переправить сюда. Юля их отправляла оттуда, в Румынию, я их принимала уже здесь, через знакомых, через Торонто, через еще что-то, через бумажки, которые они распечатывали и показывали на таможне, поиском дешевых билетов, дешевых, недешевых, хоть каких-то, которые доправят туда, куда надо, потому что это было в самом начале. Это одна сторона, когда ты занимаешься только своей семьей. Но таких же семей еще разных миллион, и у тебя тоже много иммигрантов, у которых там родственники живут. И ты еще с ними, со всеми на связи, тоже 24 на 7, потому что вы все делитесь советами по перемещению, транспортировке, документам и всем остальным. В моем случае еще было не так все плохо, потому что они к нам уже ездили несколько раз, у них были визитор-визы, готовые в Канаду. То есть им надо было просто сесть на самолет и прилететь. Для многих это оказалось гораздо сложнее, потому что у многих родителей у них не было даже загранпаспортов. Я уже не говорю про какие-то визы. Поэтому эта часть прошла легче. Просто как еще один дополнительный кирпич, с которым надо было разобраться. Это уже даже не про то, что в стране война. Уже не про то, что там убивают и все остальное. Это было уже просто про сохранение собственной возможности работать, потому что хорошо у меня есть сын вот на данный момент. И если сейчас я коллапсну, то все. То есть это детдом. И это, наверное, единственная моя мысль, которая меня держала. Было две реальности. То есть одна реальность это то, что в Украине война. Вторая реальность это сытая Виктория с цветущими сакурами. И когда ты такой выходишь на улицу, смотришь на эти цветущие сакуры, такой цветочки. Круто, цветочки. Возвращаешься домой, открываешь телефон, а там звездец. Ну, то есть такая, знаешь, это расщепленка. Это правда расщепленка. Как в этом во всем не поехать мозгами, я не знаю. Держаться за что-то есть какой-то якорь, какой-то приоритет. Один, максимум два. И все. Все остальное по боку. Могла ли ты предположить? Вот я, например, очень часто вспоминаю свою беседу с моим мужем. Когда-то давно, когда мы решили, что мы вместо старой дачи надо построить дом в Одессе, стоял вопрос о подвале, назовем это так. И чтобы там был, значит, серьезный подвал, а стоимость обычно подвала, ну или любого минус первого этажа, это стоимость коробки дома, по сути своей. А так как огромными финансами такого плана мы не располагали, я своему мужу сказала, я говорю, ты что, поц? Я говорю, что у нас война? Я говорю, на хрена тебе вообще этот минус первый этаж? Вперед и вверх, исключительно. И вот когда это все началось, просто вот он на меня смотрел такой, блин, ну и кто поц, знаешь? И я смотрела, ну и я поц, получается. И я не могла предположить от слова совсем, не знаю, у меня настолько, видимо, тугие аналитические способности в области политики, что или настолько быстрый ритм жизни своей, да, что я не успевала следить и анализировать какие-то вещи до этих всех событий, до начала войны, что я даже предположить не могла. Могла ли ты предположить, что такое может произойти, что в 22-м году на Украину обрушатся все виды авиаоружия? К сожалению, могла. Потому что у меня папа политику смотрит 24 на 7, и он два года к ряду кричал, что надо валить, надо валить, надо валить, надо валить. Но валить ко мне пришло еще, когда мне было 20, и совсем не связано с политикой или там с чем-то другим. Ну, имеется в виду там с какой-то приближающейся ситуацией. Нет, такого не было. Но то, что что-то может начаться, да, у меня папа постоянно говорил, начнется, начнется, начнется. Да, никто не мог предполагать, никто не верил, но я такой человек, который всегда рассчитывает на худшее и потом радуется, когда оно не настолько плохо. Для меня самым большим успехом по большому счету является то, что я в какой-то момент страдала из-за того, что лучших людей нашей страны я отправила в Канаду. Но когда началась война, я в некотором роде вздохнула с облегчением, включая своего лучшего друга и многих хороших людей. Три совета тем, кто планирует эмигрировать, кто сейчас в процессе эмиграции или кто вот думает, надо ему это или нет. Я сразу отвечу на третий вопрос. Если человек думает, надо или не надо, то лучше сразу не надо. Ну, то есть эмигрировать надо с четким желанием и пониманием, что да, я еду куда-то. Я еду куда-то, как там будет, я разберусь. Я попытаюсь подстраховаться as much as I can на все случаи жизни. Но если ты с сомнением приезжаешь сюда посмотреть, а вдруг же здесь лучше или нет, то через время ты разочаруешься и поедешь обратно. То есть просто приехать сюда на каникулы и подумать, здесь рай или не рай? Нет, здесь другая страна. Все. Здесь другая страна с другими традициями, с другим устоем, с другим укладом. И это занимает два года, чтобы адаптироваться. Минимум. При самом удобном, легком раскладе для взрослого человека, для детей гораздо быстрее. Не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. Это очень важно. Дайте себе время. Дайте себе время на адаптацию.